тайный визит 31 декабря красноярск как мы предполагаем будем аккуратно то потом еще не докажешь что они приезжали на чубайс греф дерипаска визит был числа 26 декабря жили под псевдонимами гостиницы купеческая такое может гостиница купеческая в красноярске какое-то частное лицо то есть их фамилии в этой гостинице не и дерипаска привез на алюминиевый завод до на красноярске алюминиевый то есть они знали что 31 декабря мишустин подпишет бумагу об освобождении красноярского алюминиевого завода который нынче собственность соединенных штатов америки от всех налогов я правильно понимаю что будет подписано постановление правительства о создании особой экономической зоны до особой экономической зоны на одном отдельно взятом заводе до красноярске алюминиевый да на одной территории электростанция красноярске только на этой территории только на это только на этой территории где находится завод что подобное было в российской федерации особая зона задумаемся один завод собственность русал до соединенных штатов америки сегодня по что русал отошел в подарок байдену такой так понимаю на инаугурацию особой экономической зоны у нас были такие прецеденты но чтобы на заводе американской компании создать и подписать освободили от всех налогов это сделал премьер-министр или от большинства налогов все там речь идет вот о чем постановление мишустина предполагает создание 1300 рабочих мест новых рабочих мест и за десять лет за десять лет 1600 рабочих мест и инвестиций 16 миллиардов ничего не привая 1300 рабочих 1600 рабочих мест за десять лет это сто шестьдесят новых рабочих мест в год это дам пейки это к смешно и так как раз за где десятки тысяч работающих это смешно вот именно а сколько мы не получим мы россии теперь в бюджет а американцы заработают раз они мишустин постарался не платят никаких налогов а самое главное в другом какие предприятия будут созданы чтобы понимать ведь сейчас от русал является самым главным загрязнителем и в красноярском крае не зря называют вот кстати сейчас черное небо в красноярске сейчас опять черное небо какие предприятия будут построены и какие выбросы будут производить эти предприятия потому что алюминиевый завод находится в черте города никто не понимает но самая схема в другом в том что в очередной раз американское предприятие освобождают от федеральных и краевых налогов в россии в россии в россии то есть еще был наш красноярский алюминиевый который платил налоги всегда даже в 90 содержал хоккейную команду профилакторий огромную социалку поликлинику школу и вдруг русал стал о чем мы говорили единственный наш канал два года назад мы начали кричать и то ли быков тогда первый поднял вопрос ныне находящийся в сизо русал становится собственностью соединенных штатов америки 4 электростанции на понял не только русал красноярский алюминиевый завода но еще и три других алюминиевых завода саянский братский богучарский все это ушло в сша пока вы воевали в сирию трамп пришел в америку америка пришла и трампу в сибирь плюс 4 электростанции крупнейшие в сибири красноярская саяно-шушенская богучанской братская воспетая евтушенко тоже собственность америке и 31 декабря или под новый год мишустин еще и делает подарок байдену освобождает красноярский алюминиевый завод от создания видом создание некой экономической зоны от всех краевых налогов в нашей стране то есть американцы заработают еще больше федеральных и краевых и федеральных это означает что ко мне к вам залезли в карман и у нас из кармана те деньги которые должны поступать федеральные в краевой бюджет на борьбу с к видом на здравоохранение на все они не поступят и кто я залез мишустин так сказать его решением вот такое решение это очень похожее на то что до зарезали в карман да а куда путин смотрит как ты думаешь я думаю что он даже об этом не знает вот интересный вот это подарок подарок байдену на инаугурации вот это 31 декабря ты пробовал посчитать сколько в итоге мы страна и красноярский край не получат денег раз вот такое решение премьера вы знаете я бы это посчитала если бы я видела какие там проекты и заводы будут построены потому что ведь никто не видел и не знает из населения красноярцы что там они вообще собираются а зачем нужно строить завода на территории завода а вот тоже интересный момент называют они это алюминиевой долиной ну красивые слова дальше но за счет в мою моих денег ваших денег для американцев можно построить все что угодно но не американцы же платят а вы и я ауз губернатор это мы предполагаем все приветствует а это все согласовано то есть краевые депутаты никто не возбудились а они даже не знали об этом а только 31 будут подписаны документы эти но все знали что это готовится поэтому уз приветствовал это а чубаси дерипацкий грифом на хрена прилетали естественно все было будем аккуратно для чего какая цель вы знаете мне здесь сложно сказать я не поохотиться же в морозы ну я думаю нет притом инкогнито рады что происходит андреевич вы знаете вот с моей точки зрения ну во первых население население доведено до отчаяния это первое второе вот такая демонстрация подписания этих документов с моей точки зрения таких подарков американцев приводит к развалу россии вы поймите правильно никто не обращает внимание сейчас на сибирь что там происходит но как можно создать допустим сибирское царство да не дай бог вообще мысли ну как можно создать енисейскую сибирь которая объединяет что за бред территорию красноярского края ты вы и хакасии и рассказывать всем что это национальный проект это сепаратизм а не национальный проект сепаратизм понимаете говоря об этом это страшные вещи вообще-то это говорит о развале россии не сам факт что под новый год потом 10 дней каникул премьер-министр издает очень странные постановления освобождающие русал ныне увы американскую компанию во многом да от уплаты каких-либо налогов красноярский алюминиевый завод один из крупнейших в мире там огромная прибыль если он не платит налоги но это конечно гигантские деньги это все остается теперь в карманах дерипаски и его американских коллег причем странно да какие-то заводы будут строить и уже мишустин все подписала я никто не знает что за заводы что за зона никто не видел этих про это вот это нужно для чего конечно конечно тоже когда красноярских школах предполагаю я у меня серебряков рассказывал четырехклассников детишек говорят не ходите на митинг аванькина девочка четырехклассницы пашет пап а что такое митинг но детей что взрывают по глупости что ли в этих школах учителя делают директора причем здесь четырехклассники завтрашний то сказать но сегодняшний уже митинг при чем как и все понять то вот ты сама мать вот ты мне объяснил самое страшное вот объяснили что жить в эпоху перемен какие-то перемены вы знаете где здесь и берега делаются искусственно не жаль непонятно вот андрей викторович вот у меня полное ощущение что на примере красноярского края отрабатывается какая-то модель вы прямо с языка сняли отрабатывается модель вот модель соглашение разделе продукции печально знаменитой когда-то на сахалине да сейчас новая модель создания для америки я хочу чтоб я в этом ошибалась на базе наших заводов я хочу чтоб я здесь ошибалась но создается именно такое впечатление косноярский алюминиевый завод стратегическое предприятие россии там и а в гособорон заказ в какой-то своей составляющей видимо присутствует я не многого не знаю но крас это имя которое знает вся страна уж вся сибирь тем более красноярский алюминиевый завод без суббеза никакой мишустин без президент без фсб такие вещи принимать решать освобождая американцев от всех налогов федеральных краевых не имеет права лишь 31 декабря ну как объясни вот так что из себя сегодня крас представляет сколько работающих более четырех тысяч работающих социалкой там еще большую способность электростанции десятки конечно там гораздо больше людей работа станция привязана к заводу пусть алюминию нужны и кило чем дополнительно около полутора тысяч еще работают то есть это достаточно большое количество людей которые работают на предприятиях с сравнительно небольшой заработной платы небольшой заработной платой там щедрости нет у американцев вот из вы знаете с очень тяжелыми условиями труда и загрязняют воздух на предполага из я не предполагаю я это точно знаю это из доклада специалистов русала 45 процентов выбросов которые сейчас происходят в красно в городе красноярске это русал то есть 50 процентов выбросов на город это русал поэтому черное небо это не автомобили автомобили присутствуют это не печки у нас очень много печного отопления но половина это русал то есть травят народ русал это первое второе какие предприятия будут построены здесь какой мощностью с какими объемами выбросов сколько должны еще жить или никто не знает заплатить своим здоровьем скажите мне сколько американцам мы должны заплатить за чистый воздух за то что мы имеем право в красноярске дышать извините за вот ему кто не бьет тревогу не зеленые там у вас ну понятно губернатор не мэр города вообще никого не сверется не депутаты не мэр не перни никто никто на они даже не понимают что происходит на было жив виктор петрович оставь знаете накипела вот вот такое безобразие такое беззаконие вот вы спросили к чему идем идем к развалу понимаете к развалу и кто бы меня услышал хотя бы господи услышь меня что происходит останови все это безумие вот безумие которое происходит невероятно вот так как как-то так а валентин иванова матвиенко твоя подруга хрен дозвонишься теперь раз такие события правильно понимаю я не буду отвечать на эти опросы